привет всем привет скажите как видно как слышно привет привет так видно слышно добрый добрый итак пока все присоединяются будем знакомиться с кем не знакомы меня зовут Ольга Нестерова и у меня красота от скрапмания сегодня будем делать из коллекции мамина нежность я пока из нее ничего не делала это первое я первый раз наконец-то ее порезала пока все присоединяются немножко полистаем то что у меня есть чтобы остальные могли присоединиться и так конечно же фишечки для мальчика и для девочек конечно же наши знаменитые тканевые карточки скрап карта из которой я вырезала надпись с днем рождения который буду сегодня использовать наверное это точно ну и вся конечно же красота это потрясающие вырезалочки это тежики и фоновые листики коллекция очень универсальный подходит как и для мальчишки так и для девчонки это очень здорово поэтому у меня два набора фишек потому что я пока еще не знаю для кого у меня будет какой-то альбомчик из этой бумаги много розового много и голубого здесь а можно даже на два миника умудрится сделать если для двойняшек например карточки ну и конечно же я всегда закупаюсь дополнительными листами а третий лист вот есть сегодня порезала это наша бумага я бы здесь вот положу да и так что сегодня будем делать у меня есть подарочек маленькая брошечка для которой надо сделать коробочку чтобы подарить соответственно сегодня мы будем делать для нее домик но коробочку такую можно сделать для чего угодно коробочка будет вот по этому принципу моя старая здесь у меня хранятся цветочки когда я там делаю лишние остаются вот по такому принципу такая коробочка у нас сегодня будет так пересматриваясь к этой коллекции давайте давайте присматривайтесь очень классная и так что нам надо конечно же нам нужен картон я уже немножко порезала его чтобы больно с вами нет у меня это переплетный миллиметр два также нам нужна акварелька или самое главное чем мы будем обклеивать да вот этот листик я уже порезала тоже зато коллекции будем его использовать итак сначала я делаю внутреннюю коробочку для этого у меня есть доска для беговки у меня есть лист опять же размеры свои сами выбирать какие вам нужен да смотря что вы туда хотите положить может быть вы сейчас так как скоро пасха может вы решите положить туда какой-нибудь красивое яичко может быть расписанное или так далее картонок подскажу когда мы к ним дойдем поэтому вы смотрите какие вам размеры нужны если это будет круглое яйцо соответственно коробочка должна такая быть чтобы она она поместилась у меня подарок плоский поэтому мне главное вот эти размеры а вот грубо говоря то есть вот квадрат у меня должен по-любому оставаться я делаю чтобы более-менее плотненькие были стеночки делаю в два слоя акварельки у меня где-то размер будет 1 1 4 дюйма да это где-то где-то ну если бы я делал сантиметрах то я по три сантиметра бы делала высоту коробочки если у вас там яичко или счет что-то вы смотрите какая высота у вас и изделия соответственно мы берем 1 вторую и со всех сторон мы делаем то же самое и здесь вот грубо говоря и вот видите вот к внутренний квадрат вот как раз это будет дно куда будет мой подарочек помещаться а вот эту часть вы смотрите насколько у вас толстый так скажем подарок да насколько вам бортик нужен выше соответственно мы сейчас должны с вами разрезать можно так разрезать я делаю так у меня карандаш заканчивается карандаш 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 я делаю вот так вот буду разрезать чтобы когда мы его сворачивали и собирали у меня вот эти стенки будут аж в три слоя то есть три акварельки то есть довольно плотная а потом еще и искра бумага будет обклеиваться поэтому вот так вот разрезаем а вот эту часть вот эту вот да мы вообще отрезаем она нам вообще не нужна это я сейчас на черновичке нарисовала здравствуйте привет привет кто присоединяется соответственно берем нужный ему цвет плотность акварельки соответственно вот у меня акварелька вот у меня где я буду разрезать так как вот эта часть вот это вот это ярлычок который мы будем прятать внутрь мы немножечко немножечко должны его можно скосить чуть-чуть скосить чтобы не мешалось так берем и и разрезаем так вот здесь вот немножечко мы скашиваем и вот эту часть мы отрезаем вот так вот получается здрасте здрасте всем привет и продолжаем главное не ошибиться действительно правильно сделать а то я могу вот эту верхнюю можно чуть-чуть тоже на миллиметр меньше потому что она будет заворачиваться чтобы не мешалось так потом если надо будет мы под подделаем под подрежем сейчас я вот так вот сделаю и будет видно дальше привет привет так весна у всех уже наступила или у кого-то морозы теперь пробуем собрать надеюсь правильно если неправильно будем переделать а по так 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 собираем сюда 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 это тоже все вовнутрь так так вроде весна отлично вот эти вот тоже можно на миллиметр сделать поменьше когда она собиралась было удобнее не мешалось скажите понятно как определить размеры коробочки нужные вам и как мы будем собирать вот это мы будем внутрь прятать потом следующий сюда и закрывать сверху лепестком который у нас остался вот она коробочка сейчас мы приклеим она будет ровненько да понятно отлично маленькая коробочка сейчас давайте разберу обратно и склеим ее здесь очень удобно она очень плотная получается так как у нас здесь три слоя акварель и плюс клей сейчас будет и плюс соответственно конечно скра бумага я намазываю кирлычок и вот этот верхние все у меня получится и ручок и верхушечкой закрывается сильно сейчас пока не прижимаю потому что сейчас я соберу и чтоб не немножечко была возможность если надо подвигать всем привет рассказывайте кто сейчас творит чем занимаетесь что у вас какие у вас проекты в работе я вот бездельничаю время надо сделать два альбома я бездельничаю это потому что нет сроков у меня точных смотрим все ли нормально если все хорошо то мы проглаживаем уже чтоб плотничку у нас все приклеилось здесь немножечко не обрезала что смотрим по бокам чтобы вот эти у нас все ровненькие были части так тогда дело открытку обложку на паспорт режу класс я никак в себе папку для документов не сделаю тоже хочу уже не знаю сколько хорошо пакеты на пасху а кстати да он для небольших куличка здорово фото папочка да тоже видите у кого-то тоже лень класс начни я одна такая хорошенечко приклеиваем и пусть она пока сохнет далее далее идем дел вырезаем себе картон картон соответственно должен быть ну по миллиметру больше чем основание мне так нравится можем сделать можно сделать прямо ровно но я предпочитаю все же делать по миллиметру чтобы они не выглядывало соответственно это будет нас крышечка это у нас будет боковиночка боковинка тоже она где-то на тоже на миллиметр шире чем чем наша высота коробочки и вот здесь вы смотрите вы можете сделать вот три как у меня вот на этой коробочке да и чтобы были завязочки а можно сделать четвертую сюда и сделать на магнитиках и она будет просто полностью закрываться и на магнитиках я хочу сделать с бантиком все же для девочки поэтому с бантиком если для молодого человека что-то коробочку какую-то делаете можно сделать еще вот еще одну с этой стороны и сделать на магнитах на магнитах мужской альбом здорово соответственно это коробочку крышечку мы будем сейчас оборачивать бумагой сейчас вспомню какой вот этот листик здесь все просто он у меня один должен быть соответственно то есть вот смотрите видите он один цельный цветочки все полетели поэтому мы раскладываем между картон очками должен быть где-то ну миллиметра два наверное наверное два хватит может быть три миллиметра три обязательно должно расстояние на на сгиб чтобы очень аккуратно и легко сгибалось берем сразу приклеиваем картонку рабочая суббота это плохо до рабочей субботы тоже не люблю промазываем картон очку мне надо два фотоальбом уже просрочно и не начата нет у меня один до мая у меня стоит дедлайн так скажем в мае поэтому я тяну я чувствую вот сейчас я бегом-бегом начну делать два альбома следующее гарри поттером и трансформерами у меня один будет десчачий цветочный и и второй из на школьную тему так смотрим чтобы обязательно вот ровненько вот здесь была линия нам важно вот эта линия чтоб она была ровненькая проглаживаем проверяем ничего не сдвинулось ли у нас все лишнее обрезаем и теперь чтоб у нас все хорошо сложилось мы пробеговываем вот так вот все наши линии сгиба чтоб у нас не трескалась бумага мы проходим палочкой мы проходим палочкой обязательно вот здесь здесь на 17 она не видно со всех сторон где будут сгибы везде проходим так на школьную тему ни разу делала у меня уже несколько скажите а где вы находите вдохновение знакома просила сделать альбом а у меня ни одной мысли открываете инстаграм youtube открываете блог скрапмания смотрите любой понравившийся альбом и просто повторяете насколько я знаю всех дизайнеров скрапмания они не будут против если вы повторите альбом вы ведь не будете выдавать его за свою задумку просто повторяйте пока нет у вас вот своего вдохновения пока не знает что делать просто повторяйте или хотя бы возьмите идею все равно у вас по-другому получится мы вот сейчас сделали а мужской из п до мужской альбом мы с вами сделали столько альбомов можно сказать повторяя за мастером но у нас у всех разные получились альбомы получились у всех разные поэтому берите вдохновляйтесь и повторяйте если вам понравилось какой-то повторяйте обрезаем оставляя пару миллиметров чтоб у нас завернулся спрятался уголочек я проекту делаю захотелось очень поэтому решила вот так говорю повторяйте сначала я всегда вот так сгибаю и потом аккуратненько уже заворачиваю сначала ну давайте по большой стороне сначала пройдемся да вот тоже видите девчонки смотрят разные мк потом делают ольга раз вы новичок только учитесь вам вообще не надо париться берете понравившийся альбом вы также конечно если вы будете потом выкладывать свою работу вы можете отметить в текст что там вас вдохновила работа такого-то мастера я думаю мастеру будет приятно так вот здесь мы сейчас очень аккуратненько должны прогнуть вот эту часть тихонечко чтобы не порвать то есть мы приклеиваем и аккуратненько пробеговываем вот эти части пока они немножко намочены так скажем клеем они у вас легко будут беговаться я переборщила клея вот здесь у нас все закроется и не будет видно и аккуратненько проверяем чтоб у вас все хорошо сгибалось вот видите и здесь получается очень аккуратненькие плавненькие загибы и вот здесь вот уголочки немножечко пробегу я и так же заклеим коробочка это очень легко сделается когда вам надо срочно что-то нужно быстро сделать вот здесь видите у нас получается ровненькие аккуратненькие уголочки и полностью закрытые потому что здесь немножечко у нас эти миллиметры будут выглядывать соответственно на этом этапе вы должны уже четко знать как вы будете соответственно закрывать потому что повторяю если бы мы хотели чтобы закрывалась на магнит у нас бы была бы еще одна маленькая половиночка здесь а так как у нас здесь будут завязочки нам сейчас надо эти завязочки и переделать и и переделаем я на глаз делаем все давайте померяем примерно чтобы они одинаково были 33 да где-то здесь она и должна быть и заклеиваю пока двусторонним скотчем с этой стороны заклеиваем чтобы она у нас не убегала всем привет кто присоединяется все сейчас пусть сохнет теперь нам надо вот эту сторону закрыть смотрим какой надо длины 21 с половиной 21 и 7 но не забываем что вот на эти так скажем углубление туда тоже уйдет значит нам надо сделать 22 сантиметра наверно у меня здесь как раз и осталось полосочкой лет полосочку до сюда да для этих да эта полосочка сюда значит вот из этой смотрим сюда да эта полосочка у меня 22 отмеряем 22 коврик у меня уже вообще не видно совсем не видно и по ширине где-то 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 и по ширине сделаю 8 на на сантиметров хочу чтоб края немножко выглядывали то есть грубо говоря вот так вот здесь 8 сантиметров так я не могу на глаз мне надо что все четко было а я не это сейчас слово буду выговаривать не перфекционист совершенно от слова совсем поэтому я не вымеряю я рву бумагу я ее состариваю да потому что я вот это слово оно я вот совсем не он даже теперь тогда немножечко будет большевата сейчас немножечко отрежу наверно так если даже вот так вот здесь вот все теперь нам надо покрыть полностью бумагу можно конечно от такого же цвета но я хочу чтобы оно все же отличалось соответственно мы сейчас вот сюда в углубление клей налью и скрапим и всегда клей наносим на меньшую бумагу на меньший клочок бумаги поэтому мы не здесь мажем а мажем именно нашу полосочку здесь сразу двусторонний скотч мы убираем верхушку это еще одно будет нам сцепление и приклеиваем здесь соответственно смотрите мы приклеиваем дальше нам надо сейчас можем может быть и нам придется немножко еще уменьшать дальше нам надо хорошенечко пройтись по углублению чтобы у нас бумага как раз туда зашла мы можем сделать даже вот так сюда вставляем и дальше прикладываем как у нас будет дальше соответственно я вот здесь держу чтобы она у меня не ушла оттуда и и соответственно пробегаю второй кусочек отрезок бумаги вот здесь у нас сейчас хорошенечко мы приклеиваем спинку чтобы она у нас уже никуда не уехала соответственно здесь дальше и смотрим у нас если приклеится даже чуть-чуть большевато можно еще немножечко срезать сейчас срежу я не хочу чтобы она выглядывала у меня из-под самой коробочки немножечко подсох уже клей так какие-нибудь вопросы есть такие мы сегодня молчаливые прям я не знаю вчера у нас в болталке да спрагмания была так скажем было две темы одна из них тема плоттера вот скажите может быть кто-то не не живет с нами в болталке и есть у кого-то плоттер скажите пожалуйста полезная штука нужна ли она или это такая скажем игрушка которая без которой можно обойтись если ты не делаешь на какие-то супер большие объемы вот я считаю это хорошо например кто занимается свадьбами да приглашение делать на свадьбу потому что сделать 100 одинаковых соглашений это ужас какой-то там красивые чем-то вырезал и все вот скажите так вопрос пока нету мега фитшота хватает плоттера нет нет пока ни у кого нету клей у меня обычный и строительного строительного леруа для потолочных плиток так все аккуратненько сгибаем и желательно в таком виде сейчас вот завяжу немножечко дать немножко посохнуть а вот эти части тоже бы я щас немножко закрыта за это защипнула полезно но для супер спецов делаете прям действительно много на заказ много открыток много приглашений то да мне кажется полезно очень полезно незаменимая штука все здесь все пусть она немножечко сохнет проверить коробочка нормально все а теперь будем заниматься коробочкой я поздала подскажите пожалуйста размер коробочки хочу такую сделать так александра а смотря для чего вы хотите сделать чтобы понять какое нам надо основание коробочки мы смотрим то изделие которое мы будем сюда вкладывать соответственно чтоб она была там свободненько чтобы сделать высоту коробочки вы опять же смотрите основание своего изделия или просто если это шкатулочка какую вы хотите и соответственно откладываете если он у меня например у меня это сейчас как раз будем отрезать внутри 8 на 8 у меня это 8 на 8 где мой помощник а то есть у нас берет берется 8 на 8 квадрат и откладывается два раза и откладывается два раза наша высота но во всяком случае у нас будет обязательно сохранен эфир и вы сможете пересмотреть эфир и смотреть как именно я ее делала 8 на 8 примеряем основание можем сразу приклеивать чтобы долго не держать так плоттере мечтаю но у меня полтора альбома в год не рентабельно да соответственно да если у вас нету супер больших денег которых вы знаете не знаете куда деть туда а так это девчонки которые прямо заказа фиячут альбомы особенно какие-нибудь с поп-ап элементами девчонки которые приглашение или открытки делают кипами так то да вот еще у нас одна тема была подписыватели свои изделия при продаже то есть вы продаете альбом или блокнот и ставите свои куда-то надпись чтобы знали кто это сделал если это там подарили кому-то чтоб могли найти вас и заказать может быть еще что-то вот как вы к этому еще относитесь так смотрим какую здесь здесь теперь нам надо обклеить с этой стороны снизу не будем потому что она снизу приклеивается и здесь нам надо 3 сантиметра сделать по три сантиметра немножечко неудобненько мне по три сантиметра очень маленький даже мне мне не нравятся такие отметки лучше визитку положить ну вот я тоже говорила что я бы лучше визитку в кармашек куда-то потому что ну я бы как как заказчик не хотела бы чтобы у меня было в альбоме название что желтая я понимаю брэд но причинке привели пример одежда на ярлыки на одежде ярлыки надежды никто не видит в руках не теребят не смотрят поэтому поэтому нас мнение немножко разделились я вот тоже за то что вкладывать просто свою визиточку так нам надо 1 2 3 4 8 нам надо восемь штук по-хорошему так сейчас проверю а то пока болтаю 3 3 2 3 4 5 6 7 смотрите какая красота мы из одного листа сделали коробочку все и сейчас приклеим так я не подписываю свою работу но у меня есть знакомая партмиха на придумал свой логотип из и страчивает его на вещи которые счет ну вот в вещах это вещах я приемлю да ну ярлычок вещах никто не увидит не будут ведь брать и выворачивать на изданку куда я посмотрю как у тебя там прошита альбом видно в конвертике положить кармашки визитки до визитки то есть вот визитки да я говорю визитки было бы очень удобно и в планеру в какой-нибудь кармашечек положить и у нас ведь всегда какие-то потайные места в альбоме есть можно в какой-нибудь и положить и соответственно сейчас мы вот вклеиваем так я это к чему девчонки кто у нас него нету в болталке не участвует заходите у нас бывает весело мы иногда не только скраб работы обсуждаем так и вот так вот сейчас просто мы вклеиваем обклеиваем нашу коробочку нашу коробочку так а еще как всегда я всегда говорю и вы обязательно заглядывайте в блок скраб мане там дизайнеры творят уйму красоты и вдохновения вы как раз вы можете посмотреть какие-то и альбомы и разные изделия именно из этих потрясающих коллекций и вдохновиться на что-нибудь свое как я уже говорила даже если вы захотите повторить все равно у вас выйдет что-то свое что-то другое еще одна часть и также в блоге соответственно ежемесячно задание выходит а также там еще есть галерея месяц то есть вы если даже не по заданию а просто делаете творите из бумаги скраб мания вы можете там участвовать так а как в эту болталку попасть а вы вот сейчас зайдете когда после эфира в группу то скраб мания то есть вы в ней да ну вот когда вы ее откроете сейчас даже это потому что здесь просто открываю чтобы видно было так и там где то есть где то есть беседы то есть вы когда смотрите просматривайте а группу после закрепленного поста есть обсуждение разные и есть беседы там она одна скраблю в удовольствие со скраб мани и просто туда заходите потому что там много девчонок с разных концов как говорится мира будем рады всех видеть все и теперь внутреннюю сторону также мы оплеим только вот здесь вот немножечко она совсем плотничком поэтому надо все же немножко по бокам по миллиметру убрать чтоб она удобнее помещалась туда я просто по миллиметру срезаю там же вы узнаете о самых быстрее всех наверно каких-то новинках так все да и здесь я именно буду уже цветной чтобы цена и сторона была наружу а за задание какие-то призы победителям не дают а все задания которые проходят в блоге скраб мани конечно же с призами то по итогам дизайн команда выбирает победителей также как у нас было совместный проект и также за задание какие-то обязательно самые-самые классные фишечки вкусняшечки будут как же без этого скраб мани любит нас баловать и соответственно не забывайте заходить в магазин скраб мани там проходит часто бывают скидки много появляется новиночек не только торговой марки скраб мани в интернет магазине там совершенно разные торговые марки то есть вы можете подобрать все что угодно и найти все что угодно там огромный выбор и бумаги и украшений и инструментов и ножей и штампов все там есть соответственно только остерегайтесь мошенников потому что там соответственно если в интернете магазине вы прям все там делаете вам официально все приходит на почту никаких нету таких сообщений что а его сделали там там-то заказ оплатите нам будьте внимательны пожалуйста так оле мне кажется заданиях только топ а понимаете в заданиях там выбирается топ и pd приглашенные дизайнеры приглашенный дизайнер выбирает себе какую-то коллекцию из которой он будет делать вдохновение для скраб мани это совершенно соответственно это бесплатный полный набор бумаги алина поправь если я не права работа должны быть очень сильными антонин а там вот я как бы начинал тоже с разных заданий потому что когда ты участвуешь заданиях ты стараешься 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 быть наравне со всеми участниками поэтому понятно что у вас с первого раза не выстрелить до такого и вы победители нет но потихоньку вы будете набираться опыта там как раз набираться опыта потому что когда есть условия легче опять же поймать вдохновение то есть то что выше писали что нет вдохновения там прописано какие-то обязательные элементы какие-то задания и легче это работается так все здесь у нас уже приклеилась это мы убираем развязываем и вот эту примеряем коробочку вот эта коробочка должна у нас прекрасно вот здесь стоять приклеивается и вот здесь закроем эти мои сейчас приклеим так спасибо замка убегаю потом смотрю да смотрите обязательно будет сохранен эфир кому надо бежать бегите и потом возвращайтесь к нам у нас кто-нибудь из дизайнеров сейчас скрапмании здесь участвует интересно никто не смотрят какие сейчас задания скрапмании проходят расскажите нам хочу такую коробочку антонина обязательно делать в группе вконтакте вот скрапмании есть альбом по мотивам мастер-классу и обязательно выкладывайте туда свою коробочку которую вы сделаете приклеиваем коробочку сейчас я немножечко этому неудобно сейчас чтобы она у меня был мини ром у ровно было то есть она по краям ведь у нас остается мы стараемся и ровненько и и прижимаем вот здесь то что я говорила я специально сделал узенько я не хотел что второй здесь цвет выглядывал был только один цвет тоже хочу такой тогда печать печатаю и фоны и надписи ага мне тоже по раз коробочка спасибо сейчас вот оксана подсказывает сейчас задание свободное творчество объединю а обязательно имеем элемент принт горох или клетка и фишкой и чип слушай оксана а у моя работа сейчас подойдет я могу участвовать у меня здесь есть клетка и будет фишка я же могу задание не участвовать скажите пожалуйста это бы я бы добавила я вот балда пропустила начало на коробочка не катюша эфир будет сохранен обязательно посмотрите все у меня полчаса так сейчас что я хочу я еще хочу такую штуку сделать у меня валяется давно если честно не знаю для чего вообще это покупалось а на заре моей хомяковой диеты когда хотелось хваталось и все подряд увидели а для чего это и вообще не понимали но хватали все подряд такая фигнюшка есть у меня я хочу ее сюда собрать боже мой здесь соберу сейчас я ее немножечко тут при глажу а то что не пригладится мы сейчас уберем и вот сюда положить нашу брошечку также сюда можно вот на данный момент у меня брошка да я сюда вообще думала сшить подушечку но пока не хочу пока будет у меня вот так вот так вот брошечка может быть а подушечку сошли еще туда сейчас закрываю чтобы она сохла и быстренько мы с вами и украшаем так все я ее закрыла да очень плотно закрыла ну ладно пусть пока так все и сейчас давайте я ее немножечко подниму повыше так раньше всех раньше вела свой блог участвовала разных конкурсов часто была в топппд главная активность и опыт придет ирина совершенно верно главное пробовать 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 главная активность действительно а где эти задания смотреть прослушала а блок скраб мания в гугле грубо говоря набираете скраб мания блок и у вас выходит именно блока торговой марки скраб мания где все дизайнеры и красота задание все в блоге ну так сама тут помогает да все и так у нас есть потрясающее вырезал очки за коллекция красивый олененок я тут приготовила чипик мало использую чипики вот хочу все же надо начать наверно обязательно у меня будет кружево какое-то потрясаю листики вырубка специально вырубку взяла такую не яркую а пастельных тонов потому что вся коллекция такая нежненькая тут ярко-зеленого нету соответственно такие вот у меня то что я говорил фишечку вообще у меня фишечку да я фишечку хотела обязательно добавить и у меня еще здесь вот надпись соответственно я еще хотела не забыть вот такую и надпись сюда сделать а еще он и сегодня делала специально розовые такие цветочки куда у меня фокус делся тоже соответственно думала вот их еще добавить куда-нибудь куда-нибудь сейчас мы с вами быстренько делаем так привет и опоздал посмотрю записи по действующим заданием баннер справа кликайте на него и попадаете в по заданиями да зато украшение коробочка попал действительно скажите много у вас остается остатков бумаги после создания альбомов и куда вы их используете куда я использую вот маленькая коробочка открытка а т.с. скраплинги это все вот мелочевка куда можно использовать давайте я сразу клеить буду а то чтобы нам долго с вами тут не зависнуть это куда можно использовать остатки обрезочки какие-то то есть я люблю маленькие миниатюрки соответственно стараюсь какие-то блокноты вот например блокнот да вот у меня здесь у меня какие-то обрезки от там господи как ее знахарки нашей коллекция от потрясающий на шею так у меня здесь есть бумага от сердца востока остаточки и от нашей ведьмочки господи как же ее назовут то вот память то а вражея точно и от вражея вот остаточки на альбомчик здесь вот какие-то большие если остается остаточки какие-то маленькие соответственно здесь вот на фон немножечко идут то есть выкидывать я не выкидываю все равно все обязательно пригодится все в дело открытки можно фонной собрать из именно так скажем из остаточков а также на например конверты для денег тоже довольно таки бюджетно тоже мало уходит так кружева так наше дерево сейчас я приклею на гуси на все же теги пакеты упаковочные да 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 из остатков из небольших из небольших да скажем есть целая рубрика из остатков вот какие-то украшения для альбомов вы можете делать из остатков те же самые там розетки еще какие-то такие как их флажки да да то есть в среде вы можете какие то украшinhas украшательство сделать и они будет прекрасно из из остаточков. Так. Где-нибудь здесь все же я буду цветок этот делать. Не включила я клей-пистолет. Ну, ладно. Будем так приклеивать. Так. Там столько украшалок есть. Да, вот из остаток можно, да, украшалочки сделать. Так, значит, где у нас здесь будет наш олененочек. Сейчас главных героев расставим. А потом будем дальше. Смотреть и думать, что и как делать. Здесь будет олененок. Так. И делаем розовенькую вот эту не буду. Она немножко сливается. У меня здесь есть с голубеньким. Вот, наверное, с голубеньким даже будет лучше. И я его сделаю нещадно, нещадно не разрежу. Сделаю, например, сюда и сюда. Сейчас вот этот. Так. А дерево это чип? Да. это чип. Здесь будет так. Вот эту можно, правда, под нее немножечко. чтобы она тут выглядывала. Так. Здесь, значит, у меня будет надпись с днем рождения. И надо какие-нибудь голубенькие цветочки. так. У меня все открытки, обрезки уходят в слои открытка. Да, вот как я и говорила. Открытки, да, открытки. А, я ведь еще фишечку хотела. Вот фишечка как раз вот здесь вот будет поддерживать эту композицию, поддерживать надпись. Давайте сразу поставлю ее, чтобы не забыть. Так. Для фишечки у скрапмани очень тонкие фишки. Мне это нравится. И вовнутрь я кладу кусочек картона. Кладу кусочек картона и прекрасно приклеиваю. Так. Что мы тут еще? Ля-ля-ля. Там столько украли. Ну, все, ничего новенького нету. Здесь вот будет надпись. Здесь немножечко. Я даже вот не буду ее сажать ни на какой. А надпись у меня из скрап-карты. Соответственно, она плотненькая. Я не буду ее сажать ни на ни на картон, ни на что. Конечно, клею. Пистолет забыл включить. Ну, ладно. Фишка, она приклеится все равно. Она сейчас пока на ткань не схватывается, быстро она приклеится. Поэтому я сейчас приклеиваю надпись. Там, где я хочу ее видеть. Так. Здесь у нас цветочек. Надпись. У меня есть еще цветочки. Не знаю, надо или нет. Наверное, мне кажется, нет. нет. А вот темненькие нужны. Синенькие цветочки. Цветочки. Сюда. Такой беженький цветочек есть. Это все вот как раз из вырезалок. Здесь у меня есть еще вот такие вот малявочки. То есть, здесь мы сейчас уже просто добавляем в слои мелочевочку вот эту вот. Так. Вопросов пока больше нету. Все. Здесь у нас можем сделать, а можем не делать. У меня еще вот кусочек чипа остался, который я спрятала дерево, поэтому лишнее зачем нам? мы всегда лишнее найдем куда сделать. Если это не видно, если чип не виден, то лучше его отрезать, чтобы можно было куда-то кусочек добавить. Вот сюда сейчас добавлю, и он здесь вот будет для слоев. ага, синенькие оживляют. Ну да, потому что у нас довольно яркий фон, розовый такой, поэтому в декор лучше, конечно, добавить побольше вот такого голубенького. пока все такое живенькое, потому что вот еще приготовила вот такие малявочки, но это я, наверное, не буду, потому что все же эта коробочка, она будет трогаться, и боюсь, что она просто не выдержит долго сюда, наверное. Вот. Есть еще один, конечно, на дерево вот еще цветочек посадить, как будто он здесь растет. На дерево у нас на дереве голубенькие цветочки. Почему бы и нет? Вот так. Все. Мне кажется, хватит, а то я как всегда столько наделаю. У меня с декором вечная война. У меня она война, когда я сижу и делаю работу одна, а когда с вами и когда у меня ограничено время, воевать некогда. Так, что я еще сделать должна? Кто со мной уже не первый раз скрапит? что мы еще делать будем? делать будем? Где подсказки? брызги, 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 брызги я делаю обычным грунтом, тем более он у меня начинает подсыхать, надо переводить, в последнее время что-то я не микс-медиа не занимаюсь совсем, делаю брызги, брызги, по бокам, чтобы она была у нас все же в едином стиле. Открывать уж я не буду, я внутри потом немножечко сделаю брызг, потому что а то сейчас очень все не высохло, потому что объемные вот эти цветы не на клей пистолет так и брызги, топпинги, да соответственно у меня есть стеклянные капли с глиттером ух ты, я сейчас поднялась и смотрю у меня окажется на телефоне наверху комментарии не пропали никуда обычно пропадали через полчаса а смотрю комментарии то и так идут здесь украсть здорово что это случилось делаю какие-то где-то даже на цветке вот на этом цветок у меня из фома на нем я тоже делаю капельки ставлю когда высохнут будут прозрачненькие сюда конечно можно было бы добавить еще не, не буду хватит а то слишком много бисер бисер я еще думала добавить но нет не буду так часто используется спрей краски штампы или это каждому как любимый так опять же да я сейчас раньше я никогда не использовала штампы очень редко немножечко так по фону в том на том прошлом эфире страничку я делала я немножечко на фоне делала сейчас я старо хочу все же подружиться со штампами использую но опять же я любитель цветов я любитель клумб поэтому штампы в первую очередь у меня цветочные листочные где я могу повырезать листики вот это штампы все листики цветочки где я могу вырезать их и применить в композицию вот сюда же добавить поэтому так вот а краски спреи я работаю только если я делаю какие-то мужские микс медийные работы аля вот 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 такая да вот здесь да краски спреи и так далее если в таких работах но я больше все же бумажный поэтому это так же как и любимая одежда я не знаю кто-то любит плотя кто-то любит штаны поэтому это индивидуально есть девчонки которые в микс медиа почти все делают только микс медиа там да а у меня все же это часто работая полубусинами это у меня тоже есть полубусины полубусины можно кстати вот да голубенькую какую-нибудь вот такую добавить полубусинки я все равно сажаю на клей потому что все равно не очень доверяю клеевой прослойке которая здесь идет с бусинками поэтому можно конечно и добавить вот сюда мы добавим но я всегда прячу то есть мы всегда немножечко припрятываем полубусинки мы тоже можем и дополнить вот сейчас попу под попу мы спрячем здесь вот будет полубусинка так можно куда-нибудь блин 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 надо тонкий этот где крышка крышка вот она так все добавляю клей ага ну все я закончила как всегда полтора часа я стараюсь нет у меня конечно редко получается на час но полтора часа не больше клей куда тут закрыть все все убираю напоминаю что использовала бумагу из набора мамина нежность поэтому кого еще нет присмотритесь к этой бумаге и вот вот такой такая коробочка получилась у нас коробочка то есть вот так она хорошо закрывается капельки здесь высохнут будут прозрачными все всем большое спасибо заглядывайте в блог заглядывайте в болталку обязательно делайте по нашим мастер-классам эфиром работы выкладывайте в альбом чтобы мы любовались большое всем спасибо хороших выходных пока-пока до новых встреч до новых Продолжение следует...